Ну, если страна желает знать свои герои, достаточно пролистать сейчас состав Верховного Света аппарат, состав прокуратуры, СБУ, потому что документы, которые называют черная касса партии региона, аутентичность которых, наверное, еще будут проверять, неизвестно, как с ними идет работа, это часть того, что называют теневой экономикой. Кто-то сомневается, что в Генпрокуратуре работают потоки, а кто забыл пирамиду ГАИ. Потоки, вы сказали? Что за потоки? Потоки, это гаски безумие. Я просто другое слово взглянул. А кто забыл пирамиды Дагаева покойного? А кто сомневается в том, что СБУ крышевало и крышует? Вопрос состоит не только в том, как расследовать те документы, которые всплыли, и, конечно, это нужно делать, вообще не оспаривается. Вопрос состоит немножко в другом. Как вообще разбираться в будущем с тем, что у нас на сейчас, по некоторым оценкам, вообще тень, это 60% ВВП, а может и больше. Как разбираться с тем, что сейчас коррупция приобрела очень цивилизованный характер уровня тендеров на войне? Когда фактически она обеспечивается судебными решениями. И почему, действительно, мой коллега вспоминал феномен, да, новой роли судового. Легитимация собственности и богатства. Потому что простыми коллегистскими решениями, а-ля Шариков, давайте посадим, кого поймали, извините, проблема тени не решается в стране, где в тени находится практически каждый бизнесмен. От киоска до корпораций. И государственные институты. От политических партий в парламенте до, извините меня, правоходительных структур. Что в этой ситуации делать? Я думаю, что, конечно, те документы, которые всплыли, ну, во-первых, я надеюсь, что с ним будет вестись нормальная работа, а не фотошоп. И будут найдены какие-то правовые формулы, что с этим делать. Без попсы, без публикаций в «Украинской правде», которые делают некоторые документы ничтожными, чтобы понимали смысл публикаций. А сейчас сама украинская пара в партии правду отрыбывала там. А что? Я не могу понять, а как они сделали их ничтожными? Не надо. Ну, потому что теперь без... Вы ведите об этом спецоперацию? Я нет. Я вижу спецоперацию другому, но это просто отдельная история. Немножко о другом. Так вот, это был бы хороший повод, да, вообще по-другому подойти к проблеме преодоления тени и борьбы с теневой экономикой. Начиная с органов власти. Вспомните совсем недавно скандал... Скандал с бриллиантовыми прокурорами. Ну, я рассуждаю как политолог, не юрист и тем более не как следователь. Но, наверное, вы все встречали в хорошей прессе и журналистских расследований тот факт, что бриллианты, это всегда расчет и, к сожалению, самого серьезного системного криминального бизнеса. Такое, как оружие, наркотики. Это к вопросу, почему бриллианты? Ситуация янтарная. Ну, даже самый ленивый журналист уже не писал, что это тоже пирамида, где крышут с Киева. Вы думаете, там нет этих грузбухов? Или не ходят эти конвертеры? На самом деле, черная касса партии регионов, это большое начало пути, связанного с преодолением тени в политической системе. Сколько еще таких касс? Совершенно верно. Я очень опасаюсь, теперь к спецоперации. И очень последняя фраза, что черная касса, партия регионов, это форсированная подготовка к расправе с политическими оппонентами. Почему? Вспомните, с чего началось, на самом деле, этот поворот. Выступление нового генерального прокурора на пресс-конференции. Очень интересные акценты. Названные фамилии были только конкретные политические силы. Дела, связанные только с политическим оппонентом. И стыдливо, и в том числе, порушение Нина Деевича и Двлада. Извините меня, миллиарды, в которых обвиняли нынешнее бывшее правительство Яценюка. Заявление Саакашвили, заявление Москаля. А это... Об этом немного позже, обязательно. Поэтому то, что потом появились документы 3ПК, я рассматриваю просто как многоходовку. После чего журналисты, публикации, мы в компании уже находимся.